Любимый, привет! Выпускала большой видеоролик на ютубе про нормализацию глюкозы и вслед за этим нормализацию жизни. Панические атаки, перепады настроения, бессонница, женский ПМС, поликистоз яичников, предсахарный диабет. Очень многие вещи связаны с неприятными последствиями перепада сахара в крови. И это не у диабетиков, это у обычного человека, который просто кушает в течение дня. И очень кратко, очень просто, пару лайфхаков из этого видео, остальное смотрите на ютуб канале. Когда изучала, читала книги про метаболизм, с английского переводила, заметила одну простую вещь, что у многих есть акцент на пищевом поведении и правильных вещах, но никто не говорит по-простому. Давайте есть меньше, двигаться больше и так далее. Вот эти тупейшие фразы, которые не работают, если человеку нужно просто нормально прожить свой день. Грубо говоря, бывает и в офисе. Первый лайфхак очень простой. Когда вы начинаете есть, обязательно примерная тарелка должна выглядеть так. Белок, жир, клетчатка. Лучше начинать прием пищи с клетчатки. Белки и жиры тоже очень важно включать. Никогда не начинайте свой прием пищи из разряда фруктозно-лактозные, какие-то жучайшие истории, которые задирают сахар, а потом он также падает. Или вы падаете вместе с ним, или настроение падает ниже штанишек. Или приходится повторять трюк, потому что нужно восстановить состояние организма. Еще один момент – это яблочный уксус. Нельзя тем людям, у которых проблемы со слизистыми желудка или кишечника. Но если вы хотите есть углеводы, очень важно просто в стакане воды развести чайную ложку качественного яблочного уксуса и выпить перед загрузкой углеводами. Углеводы – вы знаете, что это такое. И еще один лайфхак – это обязательно совершать физические упражнения не из-за взряда КМС по спорту, а в течение дня прогулки, двигательную активность после обильного приема пищи. Остальные лайфхаки на канале «Больше, чем еда» на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!